Сегодня мне хочется даже поговорить о его сердце. Какое у него сердце интересное, и вы знаете, какое великолепное у него сердце. Как по-вашему, чем оно заполнено? Сердце нашего Бога, любовью, любовью, мы правы. Вот поговорим о его сердце немножко. Вы знаете, Исаия пророчествовал. 55, 8, 9. Я немножко отвлекусь. Вы помните, я говорила вам, что есть мысли сердца, то есть нашего духа, и есть мысли нашего разума, да? Что это немножко разное. Вот как говорит сам Господь через Исаию. Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути, мои выше пути и ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Если мы с вами входим в глубину Бога, мы входим в глубину, в глубину его сердца, и мы входим в его любовь. Потому что в глубине его сердца любовь. Там нету другого, понимаете? Там только любовь. Можете себе представить, вот в глубине его сердца, где царствует сплошная любовь, рождаются его мысли. Его замыслы, его помышления, его намерения, они все рождаются из глубины его сердца. Значит, откуда они рождаются? Из любви. Из его любви. Все, что происходит, из его любви происходит. Весь план нашего спасения, он из любви родился у него. Потому что родился в глубине его сердца, он вышел из глубины его сердца. Вот почему весь план нашего спасения является любовь к Богу. Ибо так возлюбил Бог мир. Все вышло из любви. Все помышления, сердца Бога. Это его любовь. Это его истина. И его праведность. Это его помышления. Если Бог мыслит, то он мыслит любовью, истиной и праведностью. Вот где родился закон, который он дал через Моисея? В глубине его сердца. Значит, он родился откуда? Из любви. Даже закон, который мы, кажется, он такой строй, он из любви. Заповеди его. Мы говорим заповеди любви, да, потому что они вышли из сердца Бога. Потому они и называются заповеди любви. Вы знаете, что невозможно даже сопоставить наши мысли с мыслями Бога, сердечными мыслями Бога. Насколько бы наши мысли нам не казались праведными, чистыми, святыми, в любви. Они несопоставимы с мыслями Бога. Поэтому он и сказал, как небо и земля, вот так, ваши мысли и мои мысли. Он не имел в виду наши неправедные мысли, он имел в виду даже праведные мысли. Даже в наших сердечных мыслях присутствует нечистота. Поэтому есть такое определение, которое Бог дал определение нашему сердцу, лукавое сердце человеческое. Более всего и крайне испорченное. Это оценка нашего сердца, к сожалению. Поэтому мы должны просто осознавать, что даже самые добрые мысли имеют примесь к греху. Я люблю разговаривать с честными людьми. С теми, которые сами себе говорят правду. И сами себе могут признаться, да, есть примесь. С каждой самой чистой мысли есть примесь. Абсолютно святые, без всякой примеси. Мысли у кого? У Бога. В сердце Бога. Потому что там нет никакой нечистоты. И там сплошная любовь. Мысли мои выше ваших мыслей. Говорит Господь. Потому что они действительно настолько святы, настолько непорочны, настолько чисты. Как земля и небо. Поэтому ни один человек не может оправдаться пред Богом. Не только за свои дела. Даже за свои мысли. За свои помышления. За свои намерения сердечные. Не может оправдаться. Нам нужна жертва Иисуса Христа. Даже для того, чтобы оправдать наши мысли. Не только дела о плоти. Но жертва Иисуса Христа нужна даже для наших помышлений. Так как наши помышления сердечные тоже с примесью. Вы помните, как Иисус сказал, что когда ты помыслишь в сердце что-то, ты уже сделал. Помните, все, наверное, это место. Матфея 5, 28. Там говорится один из примеров. Очень яркий. Но я скажу вам, что любое, что мы помыслили в сердце, мы уже сделали. Мы уже совершили. Мы в сердце можем позавидовать. Поненавидеть сердце. Пожелать что-то недоброе в сердце. Но мы же не сделали. Мы же только там в сердце где-то очень глубоко мыслили. Но Бог говорит, уже сделал. Если в сердце. Если тут пробежали мысли, они убежали. Но если помышление внутри тебя. Если есть такое желание, но у тебя там покрутилось, ты уже сделал. любое нечистое пожелание. Сердечное, оно осуждается. Поэтому, когда говорят, он праведник, вот он такой честный, он не верующий, но он такой хороший, такой порядочный. Согласны. что он явного ничего не сделал. А как насчет помышлений? Кто может гарантировать, что помышления всегда настолько святые, как у Бога? что он не нуждается в Иисусе Христе. Не нуждается в жертве Иисуса Христа. Нету невиновных. Все согрешили. Если не сделали великих грехов, то внутри себя все сделали. Знаете, я подумала, если бы Бог каждому из нас, хоть мне, хоть кому, открыл наши все помышления и предъявил человеку. Я думаю, мы бы себя не узнали. Согласитесь, мы бы себя не узнали. Мы о себе лучше у мнения. Вот поэтому человек нуждается в жертве Иисуса Христа. Для того, чтобы даже Бог помиловал за наше помышление. За наши намерения. За наши мысли. Даже у любящего сердца. Человека, я имею ввиду. Присутствует корысть. Вот мы искренне вроде любим, если человеческая любовь. Присутствует корысть. И она настолько с нами срощена, с нашей натурой, что мы даже не даем ей определения, мы даже не замечаем. Но человек любит с корыстью. бескорыстная любовь только у Бога. Это Божья любовь, агапы. Она бескорыстная. А у нас, посмотрите честно, как мы любим друг друга. Все равно присутствует корысть. Вы понимаете, но любовь агапы, она в Духе Святом. человек, который имеет любовь агапы, я думаю, мы все ее имеем немного. Все равно он не всегда любит агапы. Не всегда. А только тогда, когда Дух Святой наполняет. Когда человек пребывает в Духе Святом, он так любит, бескорыстно любит, и вдруг это все проходит. Постоянно в Агапу человек не пребывает. К сожалению, хотелось бы. Так же, как человек в несостоянии постоянно все время пребывает в Духе Святом. Постоянно. Хотя Дух Святой в нас всегда. Он в нас как наставник, как залог нашего спасения, залог нашего усыновления. Но мы не всегда бываем в Духе. В состоянии духовности мы бываем не всегда. Бываем в состоянии плоти, правда? В состоянии души. Мы продолжаем любить. Но это состояние любви уже с чем? С эгоизмом. Любовь Агапы, она не грешит. Это же сердце Бога. Там нет греха, там нет ничего нечистого, представляете? Если в тебе есть вот этот маленький душок, значит уже это не Агапа, это твоя любовь. Прекрасно, что ты любишь. Но Агапа это божественное качество. Я вам скажу, это высший дар. Это нисшедший из сердца Бога. Он нам такое подарил, что может быть выше любви Агапы. Ничего. Поэтому сказано, что она единственная вечная, которая пойдет с тобой вместе в небеса. И когда она заполняет сердце человека, кто из вас знает это состояние в любви Агапы, в этом состоянии ты не можешь мыслить зло. ты не можешь мыслить ничего плохого в этом состоянии невозможно, нереально. Тебя она поднимает на высоту помышления, намерения, на высоту. Но стоит человеку немножечко опуститься. Агапа отошла. И ты уже поражаешься. Как до тебя такое дошло? Как ты мог так хотеть, желать, просить? Эти намерения тебе сразу кажутся, что что-то они были завышенными, что-то я постарался. Иногда они даже нас пугают. Пугают своей жертвенностью, своей посвященностью. Даже может показаться, что-то очень странное я решил. Знаете, что значит вот эти слова, когда описывается любовь Агапы и говорится, она не ищет своего. Честно сказать, я так как-то не видела, а тут услышала я, что это отсутствует чувство самосохранения. Подумайте только, у Агапы этого чувства нет, поэтому человек может отдать себя Богу. Агапы не ищет своего и для себя. Никакой выгоды, никакого удобства, забота о себе отсутствует, это есть Агапы. Можете ли вы себе представить такого Иисуса Христа, который не Агапы любит нас? очень нужно было бы Ему идти куда-то, посижу дома. А зачем накрестить, а зачем чтобы меня били? Только Агапы ведет, понимаете, не думает о себе, не ищет своего, не ищет самосохранения Агапы. Вот хороший пример Петра, замечательно, потому что мы все Петры, в какой-то степени. Когда Иисус говорил о том, что он идет в Иерусалим, ему нужно пострадать, он знал, на что идет, потому что Агапы ведет на это. Агапы тебя влечет, понимаете, она выше земли, выше неба. Агапа хочет исполнить Отца волю, потому что это сердце Отца. Агапа хочет исполнить Отца волю, это Агапа это мысли Отца, понимаете? Оно влечет тебя исполнением, его влекло, он не думал, что его ожидает, он видел, что его влечет. И тут Петр, который любил Иисуса, кто скажет, что он не любил, ни у кого язык не понимает, даже Иисус сказал, любишь ты меня, любит, он знал, что Петр любит. И вот эта любовь, человеческая любовь, заговорила, и отозвав Иисуса, Петр начал прикословить Ему. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Почему? Потому что не только любовь Агапы, она не самосохраняется, не ведет тебя к самосохранению. А тут посмотрите, что? Будь милостив к себе. Вот она, эта маленькая корысть. А почему корысть? А потому, что я бы сделала, наверное, то же самое. У меня тоже была бы корысть. Я так люблю Иисуса, что если бы Он сейчас был здесь, разве я бы Его пустила на крест? Я бы хотела, чтобы Он был со мной. Что это? Это корысть. Со мной. Потому что я люблю, потому что мне с Ним хорошо. Как однажды, когда Он присутствие его такое было великолепное, со мной сказал, не покажись. Я тебя так вцеплюсь, ни за что не отпущу. Лучше не показывайся. Что это Агапе? Где-то моя личная. Мне с Ним хорошо, я его очень люблю. Я, для себя. Понимаете? И у Петра проявилась его любовь. как же отпустить Иисуса, Он же его так любит, с Ним так хорошо. И вдруг Он должен пострадать и заберут у меня. Моего любимого Иисуса. Вот она любовь корыстная. Хорошая, добрая, с корыстью. Иисус увидел, конечно, глубину этой любви. И когда обратился к Петру, что ему сказал? Отойди от меня, Сатана. Ты мне соблазн. Почему? Потому что думаешь не о том, что Божье. Только любовь Агапе думает о том, что Божье. Там, где вы думаете не о том, что Божье, не называйте Агапе. Вы любите, но это не Агапе. Агапе не думает о том, что тебе хорошо. Она что думает? О том, что Божье. но не то, что человеческое. Иисус определение дал. Что человеческое и что Божье. Любовь, две разные любви. Любовь, которая ищет человеческое и тоже очень любит Иисуса. И любовь Агапе, которая ищет Божьего. Понимаете? И любил Петр Иисуса, любил, но искал своего, чтобы было ему тоже хорошо. Иисус рядом. Это не исключение. Я думаю, мы все сделали бы то же самое. Я за себя буду говорить, я бы сделала. Буду честна. Я бы не сказала, иди, Иисус, на крест, иди. не сказала бы. Так что я Петра ни капельки не сужу, понимаю. Не может любовь человеческая искать Божьего. Потому что тогда надо будет забыть о себе. А человеческая любовь о себе забыть не может. Она все время о себе помнит и заботится. Но вот что самое интересное, что когда Иисус обличил Петра, он продолжил, он не остановился на этом. Он не сказал, что ты ищешь не Божьего, а человеческого. Это фактически сатана, то есть противник Бога. Это то, что Богу противится. Из этого мы можем сделать хороший вывод, что наша любовь часто Богу противится. Почему? Потому что ищет своего. Даже в Боге ищет своего. Но Иисус продолжил и объяснил, как надо следовать за Христом. Он повернулся ко всем ученикам и сказал, есть ли кто хочет идти за Мною? Отвергнись себя. Вот оно. Агапа начинается с этого. Отвергнись себя и возьми кресло. И следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Обрести душу свою можно только в Агапе. И следовать за Иисусом, следовать и быть учеником Его, своей любовью далеко не пойдете. Немножечко пройдете, но далеко не пойдете. Потому что Иисус куда идет? Куда ведет? На Голгофу сначала. Вы же знаете, что двери в Царство Божье на Голгофе. В небеса? Не там. Это Иисус открыл двери сам собою. А в Царство Божье через крест. И Павел вот это состояние определил безумием. Агапы в этом мире безумия для этого мира. И он говорит, мы безумны Христа ради. Мы безумны Христа ради. Мы выглядим безумными Христа ради. Когда в нас Агапы, нас понять не могут. Но нас смотрят и не могут понять, ну что тебе не уймется? Что ты вообще? Как ты живешь? Посмотри на себя. И вот Павел говорит 1 Коринфян 4 12 Мы безумны Христа ради. А вы мудры во Христе. Но вы мудры во Христе. Которые здесь хотят сберечься и туда пойти. Мы немощны. А вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. И трудимся работой своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Бескорыстная любовь. Агапе. Для этого мира безумие выглядит как безумие. Потому что она ничего не ищет своего. Не ищет того, что человеческое. Разве это не безумие не искать того, что человеческое. Что тебе хорошо, что тебе удобно, что тебе приятно, что развлекаться. Не безумие? Это превосходящее разумение любовь. Агапа превосходящее разумение любовь. Для человека непонятно. Это мысли Бога. Это мысли Бога. Агапа это мысли Бога. Когда ты находишься в Агапе, ты слышишь мысли Бога. Что Он желает? Как Он желает? Ты хочешь поступать так же, потому что ты в Агапе. И она настолько отличается от человеческого разумения, от человеческого рассуждения, как и небо отличается от земли. Вот так поэтому и сказал Господь Мои мысли не ваши мысли. Мои пути не ваши пути. И как небо выше земли, так мысли мои и пути мои выше ваши. Посмотрите, можно ли по-человечески понять тех мужей и жен веры, которые отдавали свои жизни ради Бога, ради свидетельства Евангелия. Разве это не безумие? У вас одна жизнь только. Вы ее теряете. Зачем? Тут компромисс, там промолчал. Смукавил слегка, тут просто постоял в сторонке. Сохрани душу свою. Безумие. Да, безумие. Это агапе. она ведет человека. И о таких людях говорится, что весь мир их был недостой. Они, живя в этом мире, были мертвы для этого мира. Для всех соблазнов этого мира. Для всех прелестей этого мира. Как сказал Павел Галатам 6, 14. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Креста. Которым для меня мир распят, и я для мира распят. Вот оно, агапы. Понимаете, это образ жизни. Агапы это образ жизни. О них можно сказать, что жизнь прошла мимо. Можно? Можно? Что Петр, что Павел, что Иоанн, что остальные? Жизнь прошла мимо. Они ничего не повидали в этой жизни. Только посвященно служили Господу. Страдали, служили. Что они видели в этой жизни? Но только про таких и сказано, что этот весь мир их был недостой. Вы представляете, какая оценка у Бога? Весь мир их недостой. Таких весь мир недостой. Как Бог встретит таких, которых весь мир недостой. Они жили агапы. Потому что они знали сердце Бога. Они знали, они имели чувствование, сердца Бога. Для них сердце Бога было открыто. Намерение Бога, желание Бога, помышления Бога у них были открыты. И они воплощали желание Бога. Те, которые желали слышать мысли Бога, они открывали свою жизнь для Него. И Бог не открывает свое сердце всем подряд. тем, которые любопытствуют просто посмотреть туда, заглянуть, полюбопытничать, что там. Он не открывает. Он открывает сердце тем, кому он доверяет, кого он видит, что и они открыты для Понимаете? И Бог открывает свое сердце, свою любовь, вводит туда, свою любовь забирает. Но тот, который ищет сердце Бога, тоже знать, это с чем-то сопряжено. Они заплатили цену. А какая цена? Это жизнь. Не дешевле. Сердце Бога дешево, не продается и не стоит. Цена есть у таких отношений. Поэтому Иисус сказал, не достойно меня. Те, которые так не пошли недостойно. Он хочет сердце свое открыть. В сердце свое взять. Во внутренность свою. Иметь такие близкие отношения. Можно сказать, это проникновение в его глубины. Вы представляете, какие отношения в глубине сердца Бога? Какая там любовь ты окунаешься? В любви ты пребываешь? В какой любви Бог говорит с тобой и открывает все тайны, как он говорит, что не скрою от пророков своих. То, что намереваюсь сделать, это глубина его сердца. И они заплатили цену, чтобы быть в его глубине. Вы знаете, я напомню вам, из одной из наших первых, ну, первых я называю, потому что целая серия была о расширении. Я хочу просто еще раз прочитать, они вошли в меня, эти слова Бога. Я прочитаю вам, напомню, как Дух Святой спросил нас всех, чем ты готов пожертвовать для Бога ради любви к Нему. Вот ответь сам себе. Это и будет твоя любовь. Ответил сам себе. Это уровень твоей любви. Бог взвешивает твою жертву и определяет твою любовь по весу жертвы. Насколько она легкая или же весомая. насколько глубоко и далеко ты готов пойти за Иисусом. И вместе с Ним. То есть в глубину Отца. Насколько и будет твоя любовь определяться. Это ее пределы. Это ее пределы. Если твоей любви хватает только на то, чтобы приходить по воскресеньям в церковь, это твой предел любви к Богу. Если твоей любви хватает не только на воскресные служения, но и на молитвы и посты, это твои пределы любви. Но если твоей любви хватает на то, чтобы пойти с Иисусом и в Гефсиманию и на крест, то твоя любовь безгранична. Тогда уже похоже, что есть агапа в силе. И вот как говорит Иисус своим ученикам, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест, и следуй за мной. И я хочу сказать, что ученики Иисуса так и шли. Они этому научились. Иисус продолжает призывать. Он продолжает искать себе учеников. Он продолжает желать близости. Сердце Отца открыто, но не все могут туда войти. Он приглашает свое сердце в эти ближайшие отношения, свою любовь, насколько это тебе дорого. Что ты можешь за это заплатить? Какую цену? На что ты готов? Подумай, дорогой братик и сестричка. Спасибо. Продолжение следует...